Симберцит – визитная карточка Ульяновской области. Лучший сувенир, который можно привезти из нашего края, будет сделан из этого камня. В кабинетах политиков и руководителей различных отраслей стоят письменные наборы с часами. А представительницы прекрасного пола носят украшения из симберцита. Сбором, обработкой и созданием такой красоты из камня занимается мастерская АМОНД. Производство оценил губернатор Алексей Русских. Он остался под большим впечатлением. Мы идем от камня. Мы просматриваем пространственные возможности камня. И уже эскизируем. А что это будет? Просто фигура. На стену поставить? Можно на стену поставить. Красиво. То есть у вас мастера-художники? Обязательно, да. На предприятии в этом году появилась симберцитовая зала. Единственному в мире музею, посвященному красно-желтому камню, оказали денежную поддержку. На его развитие из региональных и федеральных средств в рамках нацпроекта «Туризм и индустрии гостеприимства» выделили 2,5 миллиона рублей. Из государственного бюджета были выделены средства, а предприниматель обеспечил свое софинансирование. И вот такая идея, которая была у руководителя этого объекта, она воплотилась в симберцитовую заль. Мы давно мечтали сделать такую экспозицию камня нашего симберцита. И плюс ко всему сделать так, чтобы люди могли не только ознакомиться с историей этого камня, но еще и посетить производство и посмотреть, как он обрабатывается. Маршрут экскурсии насыщенный. Сначала гости предприятия знакомятся с производством. Им показывают, как камень очищают, обрабатывают, режут. Далее следующий зал, и там можно заглянуть в мастерскую ремесленников, которые создают из породы настоящие произведения искусства. Затем самое интересное – симберцитовое зало. Сейчас мы еще и готовим помещение дополнительное для проведения дальнейших мастер-классов. Для различных групп это будет мастер-класс для взрослых, для школьников и для даже младших групп, где будет как мозаика, какие-то складывания из камней и подобные более увлекательные занятия. С момента открытия центр каменорезного промысла посетил свыше двух с половиной тысяч человек. Большая часть из них – гости города со всех уголков страны.